Котыся кушает, мы с Витей думаем, как же теперь назвать вот этих самых маленьких. Мы же уже дошли до нанусиков, ну нано, нано частицы, были нанусики. А теперь как назвать? А когда мы идем в вагончик, вот, да, 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 а теперь с утра, Витя, когда туда идет кормить, мы, ну, называем, обязательно надо покормить, ну, как бы всех больных, и обязательно вот этот вагончик матерей, говорим, покормить матерей и Тишу. А теперь Витя говорит, как же их назвать? Атомусики, слово атом, атомусики, ну, не матерями же, говорит, их называть. Ты далеко стоишь, не будет слышно, как ты, ну, что ты сказал. И так он уже этого парамошу называет не парамон, а парамен. Ну, все переделает на свой лад. Мало того, что и парамон пришло от него, ну, парамон пришло от него. Он был сначала паром, он был папа Ромы. Это Витя назвал его паром, паром, папа Ромы. Потом паром называть как-то стало, что такое паром? Стали называть парамон, а теперь он уже и парамен. Господи боже мой. Да счастье тебе дам. Нет, вот посмотрите, да, посмотрите на этого гражданина, которому, кстати, нельзя сильно поправляться, потому что он спинальник. Вот он пришел, посмотрите, нашел сухую миску, увидел, что я тысю кормлю. Он к ней приблизился. Я не позволила ему, потому что тысенька, ну, как бы бездомная, да? А этот гражданин только что выпущен погулять. И вот он, посмотрите, как при мне специально недоеденный, сухой корм ест, выковыривает его изо рта, делает вид, что все... А сам поглядывает, ушла тыс, а нет, посмотрите. И сейчас он побежит, наверное, доедать. Да ладно, ладно, баги. Тебе же нельзя так сильно поправляться, на. Доедай. Тысенька! Ешь. И так ходит, блин, змею извивается из-за позвоночника. Эх. Да.